всем привет друзья с вами алекс и это мое новое видео и сегодня хотелось бы поговорить про три фишки в помощь начинающим блогерам в этом видео я вам не расскажу как сделать правильно или идеально я расскажу как я делал сам что меня смотивировал записать это видео что мне вообще помогло сразу приступаем делу первая фишка это звук я думаю что вам сейчас абсолютно не нравится тот звук который вы сейчас слышите звук записывается на внутренний микрофон камеры камера стоит достаточно далеко звук отражается от стены в общем вы слышите то что вы слышите он ужасный но несмотря на это много блогеров именно так записывают недавно видел чувака у которого уже 40 тысяч подписчиков и он до сих пор так пишет он не решил этот вопрос хотя решение вопроса может полагайтесь 20 баксов я думаю что вы мне будете благодарны когда опять переключил звук на петличку сейчас я записываю звук на петличку и я думаю что разница заметно и она существенна кстати еще одна категория людей это люди которые записывают свой звук на микрофон от своих наушников таким людям мне хочется сказать только одно остановитесь если вашей камере нету отдельного выхода на микрофон то вы можете записывать звук прямо на iphone то как это делаю я и петличка которой использую это аудиотехника от r333 50 из вот эта приставка из означает что может записывать на iphone есть просто от r333 50 без из на iphone записывать не получится так что если будете брать такую же петличку как у меня то и хотите записывать на iphone обязательно берите с из я в описании оставлю название этого микрофона у него есть более дешевый аналог это боя 1 вот но я кого послушал их 2 и я решил взять себе вот это вот от r333 50 из еще раз напомню вот такой вот звук пишется на камеру вот такой звук пишется на петличку также в описании будет ссылка на мой инстаграм нет допущен лодки я что-то пишу туда так что можете перейти на него и посмотреть что там вообще есть ну что ж вопрос звука я немножко закрыл если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях ну что же я перехожу к следующей фишке и вторая фишка это штатив тогда вы не ослышались это именно штатив изначально я купил себе маленький штатив горилла под я думал что мне будет его достаточно мало того что я купил китайский у которого уже два раза отваливались ноги поэтому мне приходилось их приклеивать обратно сначала мне очень нравилось то что его можно привязать к ветке к стулу да куда угодно я думаю что штатив нормально обычно не нужен но потом я понял что его можно прикрепить но не на ту высоту например на которую я хочу и что вы думаете в итоге это один геморрой и так как ставить желательно камеру лучше чуть выше глаз и потом нагинать камеру чуть ниже вот с этой штукой это сделать абсолютно было нереально я понял что эта штука она реально может подойти только для влогов то есть ты идешь себя как-то снимаешь и я понял что одной из самых главных задач на начальном этапе это просто освободить себе голову то есть сделать какие-то вещи о которых дальше думать уже будет не нужно таких как звук таких как штатив имея штатив и звук вы сможете выбрать себе background и это как раз будет третья фишка о которой я хотел поговорить в этом видео если вы посмотрите на топовых блогеров то заметите что у них у всех есть какое-то основное место где они снимают большинство своих видео ярким примером является кейси нейстер который снимает большинство своих видео у себя в мастерской офис или как-то вообще назвать но это является его фишкой и мне кажется это является одной задачи в самом начале позаботиться о том а где ты все-таки снимаешь свои видео чтобы это было какое-то пространство где был бы уютно приятно находиться комфортно и чтобы можно было сразу настраиваться на рабочий лад чтобы шел поток и точно так же вашему зрителю будет намного приятнее смотреть если вы организуете какой-то background чем если это будет просто голая стенка я кстати абсолютно не утверждаю что мой background является каким-то супер идеальным я понимаю что можно сделать гораздо лучше но это уже что-то и самое главное что я чувствую себя тут комфортно и даже для того чтобы создать вот такой простой background мне понадобилось около двух-трех недель я действительно очень много экспериментировал с разными местами и основным критерием было какое место дается настроение на фоне этого background и честно говоря большую часть времени все эти две три недели я себя чувствовал как-то так я начал применять сложные инструменты цветокоррекции чтобы хоть как-то изменить задний план чтобы добавить каких-то красок каких-то оттенков и чем больше углублялся в цветокоррекцию тем больше мне хотелось все бросить и хотелось каждый раз настраивать выделять какие-то объекты изменять их цвет хотелось какое-то готовое решение чтобы все что мне оставалось это просто нажать на клавиши записи и уже начать говорить то что я запланировал и в итоге я начал все упрощать на данный момент не просто включая лампочки включает дополнительный свет и все и помните что главная задача всех этих фишек это просто их сделать разгрузить себе голову уже можно было думать о новых вещах каких-то новых задачей чтобы постоянно не заниматься одним и тем и тогда можно будет полностью сконцентрироваться а что снимать они как и если вы смотрели мою прошлое видео то увидите насколько сильно они отличаются и по качеству картинки по свету вот по звуку это все маленькие изменения которые я сделал именно смотря свое предыдущее видео анализируя что так что мне нравится что мне не нравится главный вопрос как сделать лучше предыдущее видео я реально вложился в него полностью это был максимум на тот момент моих возможностей я реально старался я долго его делал я хотел это делать и вообще мне кажется что когда начинаете что-то делать то надо первые действия делать настолько быстро насколько это возможно не пытаться сделать идеально а потом уже стараться это все докручивать иначе процесс так и останется на том месте мне кажется это вообще единственный выход если это видео оказалось для вас ценным вы почерпнули что-то полезное для себя то поддержите от канал лайком подпишитесь все увидимся в следующем видео пока